Алексей Чаликов. Пинг-понг миллионера. Введение. Как обстоят дела с вашими финансами? Привет, друзья! Как ваши дела? Как жизнь? Как, к слову, у вас с финансами? Знаете, у меня есть знакомый, который значительную часть жизни не очень хорошо обращался с деньгами. Деньги, конечно, приходили к нему, причем в немалом количестве, но уходили с еще большей скоростью. Абсолютно типичная ситуация. Специалисты утверждают, что 8 из 10 жителей всех более или менее цивилизованных стран живут от зарплаты до зарплаты. Если честно, я предполагаю, что большинство читателей этой книги относятся как раз к такой категории людей. Так вот, тот самый мой знакомый был вовсе не беден. Будучи талантливым программистом, он переехал в Москву, где устроился на хорошо оплачиваемую работу. Первым делом он задумался о том, что снимать квартиру совсем невыгодно. Лучше регулярно платить за свое, чем отдавать за чужое, решил он и приобрел с использованием ипотечного кредита однокомнатную квартиру. С точки зрения большинства своих знакомых и родственников, он поступил абсолютно верно. Тем более заработная плата позволяла ему вносить и обслуживать ипотечный долг. Затем нашему герою наскучила толкотня в метро. Он подумал, что мог бы добираться до работы с большим комфортом, и купил себе новый автомобиль. Конечно же, в кредит. Заработная плата давала ему возможность выплачивать долг согласно графику и по новому займу. Опять же, данный шаг поддержит большинство из нас. Если человек может позволить себе личный автомобиль, то почему бы не купить его? Всяко лучше, чем передвигаться на общественном транспорте или арендовать автомобили через сервисы каршеринга, в которых непонятно, кто до тебя сидел и чем там занимался. В итоге как-то само собой жизнь моего знакомого стала полностью зависеть не столько от него, сколько от его банка. Все же маленькие радости жизни никуда не делись. Хотелось ходить на свидания в уютные кафешки, баловать себя любимыми брендами одежды, путешествовать, а новые модели айфонов, как оказалось, выходят каждый год. К тому же квартира и машина требуют постоянных дополнительных затрат.